Опять же, пользуясь теми рассуждениями, которые мы применяли к линету, у нас получается, что для того, чтобы в самом левом верхнем углу свертка помещалась, то есть центр свертки был на самом левом верхнем пикселе, нам нужно добавить 5 пикселей сверху и 5 пикселей слева. Соответственно, паддинг должен быть 5 в этом случае. Вот мы получили тензор в результате операции свертки размером 55 на 55 на 96. Что делаем дальше? Дальше мы делаем свертку размером 5 на 5 и применяем к этой свертке MaxPooling. На входе в свертку должно быть 96 каналов, на выходе из свертки мы требуем, чтобы было 256 каналов. MaxPooling у нас приводит к тому, что у нас сокращается размер в 2 раза. Соответственно, у нас получается тензор размером 27 на 27 на 256. После этого мы делаем еще одну свертку размером 3 на 3 и берем MaxPooling. MaxPooling. Опять же, стоит отметить, что и в предыдущей свертке, и в текущей свертке нужно выставить правильные паддинги. В свертке 5 на 5 нужно выставить паддинг размером 2. Вопрос, какого размера должен быть паддинг в нашем случае? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!